Давайте заглянем в чужие холодильники Просто представьте себе сладкий творог с кетчупом Недоеденный кусок тыквенного пирога из столовой для бедных Еще как хочу! А вдруг от зверя убегать придется? Потратьте 10 минут времени и уберите 10 категорий продуктов из своего рациона Ну так-то, конечно, кажется, что все достаточно просто В теории На практике я помню свой эксперимент Я на самом деле достаточно много каждый раз проводила над собой эксперименты с питанием И как-то я убрала из рациона одну категорию – молочка И знаете, вроде казалось бы, всего-навсего молочка Но тут же появляются вопросы, а чем ее заменить? Особенно, когда это не один продукт, а целая категория И у нее есть место внутри вашего рациона Поэтому я не буду делать так, как делают гастроэнтерологи и большинство блогеров Уберите это из своего рациона Я буду говорить, что следует убрать и на что можно заменить Какие альтернативы мы будем рассматривать в качестве здоровой пищи внутри вашего рациона? Но перед тем, как начать, давайте заглянем в чужие холодильники Какие привычки есть у мировых лидеров и миллиардеров? Ведь все-таки интересно, а какие скелетики кроются в чужом шкафу? Ну, или холодильники в данном случае Так, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп И он известен своей эксцентричностью не только как политик Этот человек, который может позволить себе любой рацион питания До сих пор предпочитает картошку фри и бургеры А Уоррен Баффет завсегда тай Макдональдс Он как-то сказал Если бы мне кто-то из врачей сказал, что я увеличу свою продолжительность жизни Если буду есть исключительно брокколи и спаржу Каждый день моей жизни был бы невыносим и тянулся целую вечность Поэтому нет уж, лучше я буду продолжать перекусывать в Макдональдс и есть любимые начес Но самое странное, что ел Ричард Никсон был его завтрак Это был, казалось бы, творог с фруктами, отрубями, с добавлением натурального йогурта Но не все так просто Он поливал все это кетчупом Просто представьте себе, сладкий творог с кетчупом А вот Илон Маск, по его собственному заявлению, совсем не завтракает Плохая привычка Но тем не менее, он говорит, что предпочитает перекусывать батончиком Марс Немного иронично, человек, мечтающий полететь на Марс, предпочитает в качестве перекуса Марс Недоеденный кусок тыквенного пирога из столовой для бедных Еще как хочу! Если смотрели теорию Большого взрыва, то наверняка помните именно этот фрагмент Когда в любимом ситкоме появляется Илон Маск и Говард просто вне себя от счастья Когда они перекусывают тыквенным пирогом Вот тыквенный пирог, ровно точно так же, как и батончик Марс Абсолютно пустые калории, о которых мы поговорим чуть позже Меня зовут Светлана Риховских Здесь мы говорим про карьеру, самореализацию, здоровый образ жизни и здоровое отношение к себе Ставьте лайк этому видео, делитесь им с друзьями Здесь много полезностей и интересностей Какие 10 категорий продуктов следует исключить из своего рациона и на что мы их можем заменить? Первый продукт Иду сразу по больному Кофе Я просто сумасшедший фанат кофе И более того, я гипотоник У меня низкое давление, которое еще и при изменении погоды за окном становится ниже некуда Я иногда просто физически не могу встать из кровати без чашечки кофе Люди, у которых пониженное давление, меня прекрасно поймут Но тем не менее, есть здоровый оптимум, который можно употреблять в течение дня Если у вас нет противопоказаний Американская ассоциация кардиологов и чуть позже Европейская ассоциация кардиологов Сказали, что оптимальным с точки зрения получения пользы без нежелательных явлений Является 3 чашки эспрессо в сутки Именно по эспрессо Если вы берете такой, знаете, я часто в офисе вижу большой тазик В который помещается, наверное, порядка 500-600 мл И вот до середины забиваете его эспрессо А сверху чуть-чуть молока Это не 3-4 порции по эспрессо Это нужно понимать Поэтому, если нет противопоказаний, норму кофе в сутки вы теперь знаете Какие могут быть противопоказания? В первую очередь, это серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы И, в частности, неконтролируемая артериальная гипертензия Или, в принципе, наличие артериальной гипертензии Тут нужно консультироваться с кардиологом Заболевания желудочно-кишечного тракта Всеми нами любимые гастриты, гастродиодениты, гастроизофагиальная рефлюксная болезнь Заболевания щитовидной железы, глаукома Все это диагнозы, которые каждый должен знать про себя И пить или не пить кофе Вопрос, который вы принимаете совместно с врачом Нарушение сна и повышенная тревожность Это уже как отдельное состояние Когда еще следует заменить кофе? В периоды повышенной психоэмоциональной нагрузки Во время беременности и лактации На что можно заменить кофе? Я вам здесь не буду рассказывать, что есть альтернатива, которая максимально похожа по вкусу Для меня нет альтернативы кофе, которая похожа по вкусу Поэтому заменить можно только с точки зрения, в принципе, вкусного напитка, другого сорта Либо с точки зрения кофеин содержащего продукта Какие альтернативы для себя подбираю я? Это матча, причем классическая зеленая матча утром для того, чтобы взбодриться Либо в периоды, когда у меня резко падает давление Голубая и розовая матча на протяжении всего дня Количество не лимитировано, пейте сколько хотите Хороший зеленый чай Не зеленый чай из пакетика, а нормальный зеленый чай, который вы завариваете Какао, но только натуральный какао без сахара Без добавления каких-то ароматизаторов, усилителей вкуса и прочих радостей жизни Если не стоит цель похудеть, то еще можно рассмотреть как альтернативу чай масала Вкусно, пряно, согревает И так же, как кофе, это целый ритуал приготовления Дальше мы объединим сразу несколько категорий продуктов И я объясню, почему мы их объединили Что еще исключаем? Пункт номер два – сладости Пункт номер три – вся сдобная выпечка и белый хлеб Пункт номер четыре – мюсли и всю категорию готовых завтраков Все эти категории продуктов всего-навсего Компания быстрых углеводов Еще и зачастую с усилителями вкуса, ароматизаторами, трансжирами и прочей гадостью, которая вам совершенно не нужна Быстрые углеводы, во-первых, это пустые калории с точки зрения микроэлементного состава, содержания пищевых волокон, содержания витаминов Они просто не нужны организму Вернее, как, вы что-то съели, например, любимый круассан, вы вроде как наелись, но объединили свой рацион с точки зрения микроэлементов, витаминах, пищевых волокон и так далее С другой стороны, быстрые углеводы – это быстрый скачок сахара в крови, дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, выброс инсулина и утилизация, то есть усвоение, захват тканями этих углеводов из кровотока Хорошо, если вы только что побегали и вам есть на что израсходовать эту быструю энергию А если нет, то инсулин открывает двери клетки не только для того, чтобы туда зашли углеводы, в частности глюкоза, а для всех макронутриентов И поэтому все, что будет неизрасходовано, пойдет в запасничок Запасаться на зиму, а вдруг война, а вдруг от зверя убегать придется Поэтому, если вы контролируете не только качество своего питания, но и калорийность своего рациона, обращайте внимание на то, что быстрые углеводы – абсолютно ненужный хлам внутри вашего рациона На что тогда заменяем? Сладости вполне можно заменить на хороший горький шоколад Готовые завтраки можно заменить на крупы, на те каши, которые вам нравятся И варить, например, с утра гречневую кашу или овсяную кашу Выпечку можно делать дома, заменяя муку Обычную пшеничную муку можно заменить на муку ТСП То есть на муку из твердых сортов пшеницы, либо на кукурузную, либо на рисовую и так далее Мюсли можно приготовить дома, кто хочет готовить мюсли дома, пишите мне в директ-инстаграм, я с вами поделюсь рецептиком Пятая категория продуктов, которую мы исключаем – это лимонады и газировка Здесь все то же самое, просто большое содержание сахара Шестая категория продуктов – это соки, как пакетированные, так и свежевыжатые Почему? Опять же, мы сталкиваемся с большим количеством простых углеводов При этом даже свежевыжатые соки, они содержат уже витамины в частично разрушенном состоянии В отличие от фрукта, который вы можете просто взять и съесть Во-вторых, в принципе, не содержат пищевых волокон И поэтому весь сахар, то есть вся фруктоза, которая содержится во фрукте, из сока усвоится в разы быстрее Не будет ничего ей мешать Поэтому пользы даже от свежевыжатого сока вы не получите А не дай бог это будет еще и апельсиновый сок Вполне вероятно, заработаете себе нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта На что заменяем? Вода с лимоном, травяные и фруктовые чаи, обычные чаи Главное, не из пакетика, как я уже говорила раньше Седьмая категория продуктов – фруктовые смузи Вот практически все то же самое, что относилось сейчас к сокам, относится и к фруктовым смузи За исключением того, что пищевые волокна там все-таки есть Но сахара, опять же, много Плюс, как правило, есть добавленный, внесенный сахар И есть непонятные компоненты, которые весьма сомнительного качества Если вы готовите фруктовый смузи дома, хорошо, пейте Лучше в первой половине дня, либо в то время, когда у вас максимальная физическая активность Например, перед или после тренировки Можно заменить на домашний смузи на основе авокадо, на основе льна Либо перейти на овощные смузи Опять же, все домашнего приготовления Овощные смузи, кстати, уже заранее готовы, посмотреть можно Но нужно понимать, что то, что вы приготовите дома Всегда наголову выше по качеству, чем то, что вы купите на полке гипермаркета Восьмая категория продуктов – сладкие йогурты, творожки и сырки Все вот это вот прекрасное Я очень когда-то любила творожную массу и сырки Я прямо остановиться не могла, покупала на тот момент еще в окей Просто сметая все на полках всех вкусов И это был мой любимый перекус, когда я училась в университете Тем не менее, ничего хорошего в них нет Более того, вся польза молочной продукции, которая существует, сводится на нет Знаете, вот прям вот как тряпочкой мел мы стирали в школе Вот так же все эти усилители вкуса, подсластители Причем там может быть как добавленный сахар, так и искусственные подсластители Которые, между прочим, могут быть даже онкогенные Добавленные улучшители консистенции Сомнительное сырье, из которого готовятся данные продукты Оно вам надо? Хотите есть молочную продукцию, нет противопоказаний Пойдите и купите сыр, творог, молоко, натуральный йогурт, айран То, что максимально натурально и в чем содержится натуральное, цельное молоко И, например, молокосвертывающий фермент Все, дочка Большие порции красного мяса, особенно при ежедневном употреблении Все-таки красное мясо, так или иначе, содержит достаточно большое количество насыщенных жиров Насыщенные жиры могут приводить к повышению холестерина К образованию бляшек внутри сосудов Опять же, могут приводить, это не значит, что приводят у всех В зависимости от того, каким кормом питалось животное Чем обрабатывалось мясо после того, как поступило к производителю Как оно хранилось? Ряд мясной продукции может обладать неблагоприятными свойствами для здоровья В том числе и онкогенным потенциалом И, кроме того, большие порции мяса, и в принципе мясо, занимает у организма достаточно много ресурсов для переваривания И вы можете чувствовать тяжесть, слабость, сонливость Можете да, можете нет, но понаблюдайте за собой Чем заменить? Я ни в коем случае не призываю отказываться от красного мяса Я сама любитель стейков и надеюсь, что мне никогда не придется сказать стейкам нет Но нужно уменьшать объем и частоту Лучше употреблять мясо 1-2 раза в неделю не чаще И желательно проверенных производителей с наиболее оптимальной термической обработкой То есть тушение, варенье, обработка паром и так далее Сколько мяса вешать в граммах, когда мы говорим про ограничения Тут все зависит от вашего роста, веса, образа жизни и целей Потому что девочкам может быть достаточно 0,7-0,8-1 грамм белка на килограмм в сутки Мальчикам 1,2-1,5 грамма на килограмм белка в сутки Тренирующимся людям и беременным цифра может повышаться, может понижаться Все очень индивидуально И десятое Начинала я с больного и заканчиваю больным Алкоголь Как же от него отказаться и чем заменить? Ничем не заменить, просто взять и отказаться Алкоголь, кроме того, что повреждает органы и ткани Обладает еще и своей калорийностью, причем немалой Например, 100 грамм чистого спирта – это порядка 700 килокалорий Для того, чтобы вам получить 700 килокалорий из еды Вы только сейчас вдумайтесь Вам необходимо съесть порядка 800 грамм грудки индейки Вы положите перед собой почти килограмм индейки И посмотрите на объем Или 300 грамм икры горбуши Или порядка 700 грамм гречки Сухой Вы когда ее сварите, у вас просто тазик получится Или около 3 килограммов белокочанной капусты И теперь представьте, вы положили перед собой пачку гречки Отварили ее и съели Во-первых, как вы себя будете чувствовать? А во-вторых, сколько же вам потом это отрабатывать в зале? А выпить несколько бокалов хорошего вина или коктейли, что еще хуже в компании Нам всем кажется, ну подумаешь, а чего такого? Вот если вы следите за своим здоровьем, за своим весом, за своим рационом То от алкоголя следует отказаться совсем Ну или оставить его себе как бонус в особых случаях Традиционно призываю вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео Не посылать на меня тысячу проклятий за то, что я призываю вас отказаться от алкоголя и кофе Поделиться с друзьями И если вам здесь меня мало, увидимся в других моих социальных сетях До скорых встреч!